сегодня будет тема довольно спорная и возможно это все довольно возможно этот вопрос довольно предвзятый даже но сегодня мы поговорим о том какого цвета купить iphone 12 данном случае но это же подойдет по сути и к 11 айфону и ко всем остальным что касается моего выбора давайте я сразу расскажу почему я всегда покупаю белые гаджеты к примеру вот сейчас у меня в руке iphone 12 белый тут же у меня лежит недалеко айпадик 2020 белый здесь же у меня лежит сломанный iphone 4 да это 4s сломанный белый но он не мой но вообще как бы он тоже белый поэтому он тут неплохо вписывается в общую конфигурацию но и при этом у меня до этого все айфоны 10r были белые и iphone 11 на которой сейчас происходит съемочка тоже белый как вы видите так вот ребята почему я выбираю белые гаджеты чисто с точки зрения вкуса мне нравятся они они более элегантные белые это или контакт также белый цвет он довольно гибкий и довольно разных примеру даже вот здесь мы можем видеть отличие да что здесь более такой холодный более теплый оттенок мне больше нравится холодные оттенки белого цвета как это было в айфоне 10r здесь же он более теплый что касается моего выбора сейчас объясню во первых белые как по мне более элегантный более чистый и изначально вообще техника apple она вот обрела свою популярность именно в белых цветах айподы были белые наушники были белые провода были белые зарядки белые и все это возможно не очень практично было но при этом очень красиво и очень выделяла людей все привыкли к черным проводам здесь же вот такой вот стиль в чем мне нравится белый корпус во первых это не крашеные рамки то есть анодирование никакого не происходит это голый алюминий и даже если я вдруг где-то тут что-то поцарапаю помну он останется белым чего не скажешь к примеру о каком нибудь крашеным алюминии или стали напомню вам что происходит примерно вот это согласитесь обидно когда на твоем айфоне из-за небольшого какого-то . случается вот такая вот шляпа и все то есть ну ничего не сделаешь маркера может закрасишь или как-то я не знаю но решение нету а мне хочется чтобы вот так вот все было практично чисто да и просто чисто мне вот для души нравятся такие вот голые материалы чистый алюминий классно спасибо зашибись почему еще мне нравится белый цвет он очень очень интересен в том плане что он отражает все цвета и в зависимости от обстановки он принимает цвет происходящего то есть смотрите я сейчас попытаюсь это показать я выключаю лампы свои все и видим да что от моей подсветки он отбликивает сиреневым и то есть цвета происходящего он повторяет точности до желтый бы тоже отбликивал но это было бы не так красиво особенно круто смотрится вот эти вот белые грани они вообще смотрятся шикарно и белый цвет поэтому мне нравится то есть но ничего с этим не могу поделать мой выбор пал на него почему я не выбираю черные смартфоны полностью как по мне они скучные apple очень долго вырисовывает вот этот вот дизайн все вот эти вот граньки расположение элементов красивые обода камер кнопочки вот эти овальные да даже sim holder вот это сим лоток шикарно выглядит все эти дырочки разъемы что мы имеем когда мы покупаем черный смартфон у нас полностью залит черной краской и мы не видим ничего вот с расстояния двух метров это безликий смартфон абсолютно черная болванка мне это не нравится ну и плюс проблема с краской тут же затесалась что по поводу цветных айфонов тут уже немножко другая история к ним я отношусь получше и к примеру какой-нибудь мятный или какой-нибудь я не знаю желтый красный они реально классные они прикольные они сочные и имеют место быть тут уже дело вкуса но сразу же вас хочу предостеречь что на своем опыте знаю покупал салатовый зеленый iphone салатовый зеленый салатовый 11 iphone покупал я или как он там называется и красиво прикольно мятный все дела но надоел просто надоел цвета надоедают и хочется вот такой просто ты вот белый цвет никогда не надоест я вам отвечаю то есть он белый он и в африке белый наши глаза они привыкли к нему это цвет чистоты а если мы возьмем прекрасный желтый зеленый цвет они надоедают постепенно не знаю почему так происходит их кажется как ты задолбал скотина при этом на вот этот вот белый iphone можно всегда одеть чехол силиконовый прозрачный чехол обычный которыми я пользуюсь но при этом бывают такие чехлы немного окрашенные знаете то есть например с оттенком сиреневого синего и ваш iphone чудесным образом из-за вот этой белой подложки преображается в тот цвет который вам нравится и вам хочется носить то есть это тоже прикольно при этом дизайн айфона не скрыт за непрозрачным чехлом что касается остальных цветов тут дело вкуса если тебе понравился зеленый вот его взял в руки ты думаешь да это мое бери не парься реально бери и не парься если тебе понравился красный пире не парься чёрный бери не парься то есть на самом деле нет лучшего цвета и тут это все дело вкуса но я рассказал почему я выбираю белые iphone и почему мне не нравятся черные напиши в комментариях какого цвета нравятся гаджеты тебе, и давайте посмотрим, например, каких цветов будет больше, вот, просто напиши, какой цвет тебе больше нравится. Ах, да, еще забыл небольшой один минус черных айфонов, это из-за того, что все элементы черные, вот в эти вот места, вообще щели и стыки забиваются пылинки мелкие, и потом образуется такой стрёмный кантик светлый из вот этой грязи, ее тут нужно как-то, я не знаю, выковыривать, вычищать, чтобы вы поняли, примерно вот такое дерьмо происходит, вот я сейчас наклеил стекло, и видите, что тут собралось, да, и вот это минусы черного покрытия, то есть вот так это все гадское и стрёмно выглядит, да, будь тут бы белое, то есть все, не было бы ничего такого, вот, а тут как бы, как ни крути, какого цвета выбрать айфон, решай сам, свое мнение я тебе уже рассказал, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok